Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы – ситуация в системе здравоохранения России. С нашими сегодняшними гостями мы поговорим о том, что же происходит в сфере оказания медицинских услуг. Почему беспрецедентный и постоянный рост цен на услуги здравоохранения не сопровождается повышением качества этих самых услуг. До каких пор правительство России будет проводить политику приватизации бюджетной сферы и коммерциализации социальных услуг. Ну и, пожалуй, самый главный вопрос – стоит ли рядовым россиянам ожидать хоть каких-то позитивных изменений в ближайшей перспективе. Сегодня в нашей студии. Федоткин Владимир Николаевич – член Комитета Госдумы по бюджету и налогам фракции КПРФ, доктор экономических наук, профессор. Бунич Андрей Павлович – президент Союза предпринимателей и арендаторов России. И Фролова Алла Игоревна – лидер общественного движения «Вместе за достойную медицину». Ну и чуть позже к нам присоединится еще один наш уважаемый гость – это Останина Нина Александровна, руководитель аппарата фракции КПРФ. В последнее время на слуху так называемая лихорадка Эбола стало известно, что она добралась уже из Африки в крупнейший экономический раз к странам, в частности в США. Есть уже первые погибшие в Нью-Йорке и в других городах. И вот самое интересное – это реакция властей в Штатах. Барак Обама, президент Америки, уже заявил, что власти должны извиниться перед американским народом, а те люди, которые допустили этот беспорядок и риск заражения, должны уйти в отставку. Вот в России что-то подобное было бы возможно. Мы видели многие вспышки заболеваний, эпидемий, смерти детей. Почему у нас нет персональной ответственности ни чиновников, ни самих врачей за то, что происходит? Если посмотреть последние годы, то лихорадка Эбола – это далеко не первый случай, в медицине вокруг которого делается политика. Каждый день, как будто войска во время Великой Отечественной войны продвигаются, каждый день сводки, где, чего и как. И кто бы не хотел знать, уже ему до того это страхи подняли, что он готов все отдать, лишь бы этого не было. Конечно, безусловно, это опасность большая, но, на мой взгляд, политическая опасность того, что каждый день вбивает голову, это хуже. Что у нас может быть? Но я перейду в сравнение, если посмотреть, скажем, расходы на здравоохранение. Ведь, в конце концов, в медицине, если не все, то в основном упирается в финансирование, как и в других вопросах. У нас где-то расходы на здравоохранение 3,3,2% от внутренних продуктов. В Америке 14%. Если посчитать на душу населения, и вот это последнее падение рубля, то мы на душу населения тратим в 40 раз меньше, чем в Соединенных Штатах. Это цифра по 2013 году. Поэтому в России сегодня все может быть под любым названием, потому что лекарств хороших не найдешь даже за большие деньги, а найдя не купишь. Медицинскую помощь сплошь и рядом на селе даже укол не сделаешь, не то что капельницу. Сегодня для людей любая, ну, 5-10 лет назад, небольшая болезнь становится огромной проблемой. Потому что я не думаю, что тут что-то у нас изменилось за последние 2-3 года. Любая болезнь, она в России приобретена. Особенно гипертрофированы какие-то последствия. Вы считаете, что все-таки проблемы Эбола, скорее всего, надуманы? Это, наверное, какой-то бизнес-проект? Нет, я думаю, они не надуманы. На самом деле это есть. Но чтобы этих болезней не было и, главное, не было распространения, нужно заранее развивать медицину от кадров до доступности лекарств и вообще наличия физических мест. Положить часто некуда больного. Какой там лечитель? Или фельдшер выступает за врача, просто другого вообще нет. Поэтому проблема, она опасная. Любая болезнь, не только лихорадка Эбола, любая болезнь, она связана, мне кажется, с некачественным уровнем медицинского обслуживания в России. Здесь и деньги решают, и человеческие потолки. Станциал человеческих факторов очень много решает и финансирование из бюджета, и личная персональная ответственность. Почему в России не бывает никогда отставок чиновников? В первую очередь безответственность власти в области здравоохранения. Ибо у нас две проблемы у человечества, которые касаются всех. И президента, и олигарха, и любого человека. Это питаться нужно три раза в день. И обязательно каждый ходит к врачу, покупает лекарства, каждый болеет. Но эти проблемы в первую очередь упираются в политику власти. Там, где деньги есть, там легче это происходит. А там, где денег нет на самое необходимое, там любая зараза так пристанет, что от нее не отобьешься. Алла Игоревна, скажите, вот смотрите, значит, Россия по продолжительности жизни, средней ожидаемой продолжительности жизни, находится где-то так на 110-м, 115-м месте в мире. Периодически мы то поднимаемся, допускаемся. Вот мы застряли где-то между такими замечательными странами, как Перу и Гватемала. В принципе, конечно, может быть неплохо, но очень уж как-то смущает у нас эффективность самих вот этих бюджетных расходов на медицину. Вроде бы в этих странах тратят в расчете на душу население 100, 150, 200 долларов. Из бюджета в России тратится там по разным оценкам раз 8, 9, 10 больше. Но результаты мы видим какие. В чем причина столь низкой эффективности политики государства? По мне это одно слово, коррупция. Мы выделяем много, но не доходит. То есть это касаемо и врачей, и тех же коек. То есть, понимаете, вот в свете даже этой лихорадки. Мы сокращаем коечный фонд в целях эффективности. А какая может быть эффективность, если есть определенные там те же больницы стратегического назначения? А мы их сокращаем, как и сейчас в Москве, просто целыми больницами. Я считаю, что вот все это относится, потому что власть бесконтрольна. То есть нету общественного контроля, давайте так даже назовем. То есть власть не отчитывается перед людьми. Власть совершенно спокойно может творить все, что считает нужным. Реформы без общественного обсуждения. Деньги, которые нельзя проконтролировать. Даже в бюджете Москвы. Пускай статьи прописаны, сколько там тратится на здравоохранение, образование, что-то еще. А есть очень хорошая последняя статья. И другое. А что это другое? Ну и коррупционная часть. Либо лоббирование чьих-то интересов. То есть вопрос даже не в том, что выделяем мало. Хотя, как было правильно сказано, Владимир Николаевич, мы тратим, там, в принципе, раза в два-три раза меньше относительно ВВП на здравоохранение. Но еще и воруем в разы больше, чем в странах Запада. Да. И чем все на переселе. Другое использование бюджетных средств. Знаете, есть такая хорошая разница. Позитивные изменения, какие-то последнее время, с вашей точки зрения, происходят? Там, за пять лет, после кризиса восьмого года, когда, как говорят, денег стало меньше, нужно затянуть пояса и более, так говорят, там, рачительно деньги расходовать. Более к целевой поддержке адресной переходить. Ну, позитивное здравоохранение? Да. Ну, наверное, что-то происходит, да. Ну, прежде всего, конечно, для Москвы, могу сказать, это модернизация. Но прежде чем закупить аппаратуру, нужно еще понять, кто на ней будет работать. Вот. Ну, конечно, что-то есть. Лекарственное обеспечение стало лучше. Но, правда, это не значит, что оно стало доступнее. О. Вот. А с доступностью как у нас? С доступностью у нас хуже и хуже. И будет хуже. Да. Андрей Павлович, вот ваш диагноз ситуации в системе российского здравоохранения каков? Здравоохранение – это действительно та вот такая базовая отрасль социальных услуг, которая должна оказывать поддержку всем и каждому, как написано в Конституции? Или это все-таки больше какой-то коммерческий бизнес-проект, на котором зарабатывают деньги и чиновники, и бизнесмены, и родственники чиновников? Для этого надо посмотреть вообще, что у нас происходит с частным и государственным сектором. У нас почему-то государство все время лезет туда, куда ему не надо лезть, где, допустим, и так без него могут частники заработать и так далее. Но зато снимает с себя все, чем оно должно заниматься. То есть, в частности, сфера здравоохранения. Понятно, что во всем мире уже наработан опыт определенный, что без какого-то государственного участия сфера здравоохранения существовать, конечно, не может. То есть, это в самых таких ультралиберальных странах, и то признано. Но у нас, тем не менее, пытаются какую-то новую систему построить, чтобы государство самоустранилось как раз из той области, где оно наиболее нужно. И тут тоже, кстати, оригинально получается, что, например, существуют страны, где, скажем, рыночная экономика преобладает, но не ставят целью создания социального государства. Ну, допустим, как США. То есть, они не декларируют социальные государства. И там, кстати, они идут, тем не менее, к социализму в области здравоохранения. И там устойчивый контроль за качеством услуги. Да, даже там. Есть страны, которые делают приоритетом социальных государств и тем самым ущемляют рыночные отношения. То есть, таким образом, в пользу социальных государств. Это частично в Европе и в СССР. Кандинавские страны. Пример СССР, да. И сейчас промежуточие. Но таких стран, которые и подавили рыночные отношения одновременно, и при этом уничтожили социальное государство, таких я больше вообще, кроме России, не знаю. Потому что, фактически, это единственная страна, где существует и то, и другое. Почему так происходит со здравоохранением? Действительно, я согласен с Аллой Игоровной, что политический вопрос. У наших граждан на вопросы социологов отвечают, что демократия, им не нужна оппозиция ни к чему. То есть, они отвечают. А потом поддерживают власть во всем. А потом власть, как раз тем самым, который их больше всего поддерживает, потому что им отвечает именно здравоохранение. То есть, малообеспеченным. Малообеспеченным и больным, и пожилым пенсионерам. Потому что просто пенсии забрать тяжело, и это уж слишком явно. Они уже начинают выплачивать нынешние пенсии за счет будущих. А другая часть, фактически, наезда на пенсионеров, это вот как раз и есть здравоохранение. Потому что больше всего, кто этим заинтересован здравоохранением, это пенсионеры. То есть, получается, власть мстит тем, кто в нее верит. То есть, кто ей верит, они их уничтожают в ответ. А система здравоохранения, это какой-то уникальный случай? Это вот прямо вопиющий такой вот негативный пример нашей социально-экономической политики? Либо, в принципе, и в энергетике, и в образовании, и в коммунальном хозяйстве то же самое? Просто, конечно, все в целом отражение того, что экономика стагнирует, и она не дает доходов. Тогда начинается поиск, где можно взять. Почему здравоохранение на него набросились? Потому что там достаточно крупные суммы, и там можно срезать. Из всех социальных статей там больше всего срезают. По-моему, 20% срезают. На образовании что-то и 7% срезают, а тут 22% срезают, получается. То есть, наибольшее. Потому что здесь есть возможность, и никто не сможет воспротивиться. Потому что военно-промышленный комплекс за себя постоит, органы государственного управления за себя постоят, правильно? Нефтегазовый комплекс постоит за себя. Да, ну, он-то ему и стоять не надо, просто налогов не заплатят в случае чего. И поэтому это у них надо просить деньги. И вот идет сразу наезд на строительство. А самых социально незащищенных получается. Владимир Николаевич, ну вот смотрите, значит, по официальным данным Росстата, где-то с 1994 по 2007 год расходы граждан на врачи, на лекарства, на медикаменты, выросли в сопоставимых. То есть, в реальных, по большому счету, ценах более чем практически 8 раз. То есть, примерно в 2 раза быстрее росли, чем реальные доходы населения за тот же самый период времени. Вот за последние 6-7 лет, наверное, тоже эти расходы выросли еще разом, может быть, в 3, в 4, в 5 на фоне приватизации бюджетной сферы. Некоторые эксперты считают, что в недалеком будущем уже до 3-ти всех своих доходов россияне будут тратить именно на оплату таких базовых социальных услуг, в том числе на врачей и медикаменты. Плюс ко всему, интересно, идет тенденция. Нам постоянно говорят про увеличение пенсионного возраста. У него увязываются, значит, через коэффициенты с размером пенсии. Получается какое-то очень странное, светлое будущее молодого поколения. С одной стороны, вы всю жизнь работаете на лекарства, а с другой стороны, еще рискуете до пенсии, не даже когда государство должно было бы вам помочь. Ну вот, скажем, на следующий год по отношению к этому сокращение расходов на здравоохранение в федеральном бюджете, это будет 114 миллиардов рублей. А за три года, вот в 2017, сокращение будет на 23%, но это в нынешних деньгах. А если учитывать плановую и неплановую инфляцию, то сокращение примерно на здравоохранение произойдет в два раза. Но и это еще не значит, что эти деньги будут. Потому что у нас сегодня расходы фонда обязательного медицинского страхования составляют где-то 41%. Региональных бюджетов консолидированы все, значит, 47%, даже так, ну 47%. И федеральный бюджет порядка 12%. То есть половина всех расходов по закону возлагают на регионы. Но, братцы мои дорогие, в регионах уже долг свыше двух триллионов рублей. И он растет лавинообразно. То есть можно сколько угодно эту лошадь наваливать, она уже не тянет. Она еще больше нагрузила, но тем более будет стоять полностью. То есть очень велика опасность того, что эти денег даже близко не будет. Не только бюджетная. А может быть на федеральном уровне подрежут расходы на здравоохранение, но переложат на регионы, на ОМС? А я вас сейчас удивлю. Очень хорошо. Региональные власти платят в ОМС за неработающее население. Неработающее население. И плюс еще должны платить на всем остальным статьям медицины. Вот посмотрите, я специально взял и по здравоохранению, и по образованию. У нас в следующем году по сравнению с нынешним годом на стационарную медицинскую помощь сокращается почти на треть. Все, ребята, лечиться будете так. Утром приехал, после обеда уехал, хорошо, если через улицу. А если в сельских районах это за 100 километров, вообще никто не... Он умрет по дороге, пока он будет ехать. Амбулаторная помощь со ста 13 миллиардов до 78 миллиардов. Это официальные данные из бюджета. Вот приняли в первом чтении. Наша фракция, конечно, голосовала против. И дальше будет еще больше всего три года уменьшения. То есть, получается так. Ребята, хотите жить, лечитесь дома. А теперь по отдельным направлениям. По отдельным направлениям. Вот профилактика заболеваний. В чем опасность нынешней политики? Сейчас увлекаются, строят огромные медицинские современные центры, современным оборудованием, герогими-врачами и прочее. Но берут туда уже тяжело больных. Так может, не надо доводить людей до тяжелого состояния, когда ему нужна особая медицинская помощь. То есть, профилактика нужна. Вот смотрите, в будущем году расходы на профилактику в федеральном бюджете сокращаются в два раза. Третий момент. Ну вот такая больная тема, которая касается всех, наверное, охраны здоровья матери и ребенка. Сокращается в три с половиной раза. А вот теперь, если брать даже фонд обязательного медицинского страхования, его за последние 2-3 года так нагрузили, что он стал хронически постоянно с дефицитом бюджета. И более того, впервые за все годы, ну это я не знаю, это на ордена, наверное, надо правительству давать, из фонда обязательного медицинского страхования в будущем году заберут 140 миллиардов рублей в общий бюджет на сбалансированность бюджетов. А потом 16-17, еще по 130. То есть людям, работодатель платил за людей, региональный бюджет за то, чтобы они лечились, чтобы медицина развивалась, чтобы эта вот лихорадка Бола, она через 2-3 года никого-то не погубила. А эти деньги забирают? То есть получается, что вроде как работодатели отчисляют за работника в ФОМС, вроде бы как на его дальнейшее лечение и обслуживание. Ну то же самое, как накопительная пенсия. То есть они просто крадут эти деньги и на другие расходы... Ну фактически, можно сказать, и так. Ну да, крадут. Как накопительная пенсия. На пенсию откладывали, а ее раз накопительную забрали, и у них могут вывести в резервный фонд. Вот ты будешь доволен. Будь здоров. Будь здоров. Еще один дюанс, может быть, есть. Вы знаете, вот когда мы говорим, пенсионеры, пенсионеры, знаете, братцы дорогие, у нас сегодня прогрессивно растет заболеваемость среди детей. Я не знаю, кто еще больше болеет, дети или пенсионеры, те и другие, страшно. И еще один момент, я же на это, может быть, сейчас завершу. Дело в том, что когда деньги тратятся, надо смотреть, как они тратятся. Одно дело, в городе их потратили, а население ничего-то не осталось. Деньги потрачены, деньги выделены. Но населения как не было, так ничего и нет. И люди поэтому бегут, это одна из причин. Надо смотреть поглубже, чем выделение денег. А там вообще, как говорится, конь не валялся. Кстати, у нас же с 1 января 2015 года, по идее, должен фонд обязательного медицинского составляния почти полностью взять на себя, должен был финансирование, то есть вообще здравоохранение. Да, планировалось. Ну и оставить только немножко в региональных бюджетах. Да, ну это же совершенно, опять-таки, ничем не обоснованно. Он и так дефицитный был. Можно я добавлю одну цифру? И вот вам, пожалуйста, цифры по ФОМСу. Значит, платные услуги в Москве, консультация терапевта, педиатра, неважно, первичного звена стоит от 800 до 1500. Это колеблется в зависимости от клиники. ФОМС выделяет, ОМС выделяет на прием врача-терапевта 108 рублей 24 копейки. То есть абсолютно цифры нереалистичные, оторванные от жизни, неисполнимые. Заранее вкладываются во все, так сказать, стройки бюджета по здравоохранению. То есть занижены. Да, где-то они завышены, там, где якобы придут доходы. Где распилить можно. Где-то они занижены, где пишутся расходы. То есть абсолютно этот нереалистичный бюджет здравоохранения, и тот не исполняется. И фактически таким образом люди ставятся под угрозу. И с учетом регионов, о которых вы сказали, конечно, нельзя перекладывать на регионы вообще всю эту проблему. Она была полностью переложена на региональные бюджеты. А они скоро банкротятся будут, регионы. Потому что у некоторых долг уже больше, там, не знаю, не только бюджета своего больше, а больше валового регионального продукта там уже. Уже в 200-300 процентов. Некоторые регионы уже не выйдут из этой долговой. Минфин берет на себя их долги. Но куда же вы дальше-то от них требуете, чтобы они финансировали такие убыточные сферы, да еще нереалистично запланировали? Ну, вопрос на засыпку. А что же делать-то теперь, если бюджет федеральный денег давать не хочет? Уклонения колоссальные. Надо строить реалистичный бюджет. То есть надо, если есть проблема, то ее надо признавать. То есть надо ее просчитывать и признавать. То есть просто так делать вид, что ее не существует, это самый худший способ. Поэтому надо, значит, просчитывать те суммы, которые реально нужны. Алла Игоревна, ну, а вот вы согласны с такой точкой зрения, что, в принципе, в результате рыночных реформ, ну, псевдорыночных реформ, само собой, многие говорят, что уже какая-то в России водится новая евгеника, когда, мне скажем, рада такая вот группа самых обеспеченных, самых богатых людей, которые могут позволить себе лечиться в службе платных медицинских учреждениях. И, в принципе, у них более-менее какое-то качество медуслуг есть. А вот все остальные оказываются на обочине. В принципе, конечно. Бывает исключение, что никакая богатая жизнь там не спасет, да? Потому что здоровье есть здоровье. Но в основном, конечно. Понимаете, это же зависит уже от качества. Если государство, опять же, не финансирует определенную отрасль в данной ситуации здравоохранения, то оно будет, понимаете, оно будет оказывать такие услуги, хотя, словом, мне не нравится, но именно на уровне того финансирования, которое имеем. А частный бизнес – это частный бизнес. Давайте так. Может быть, это правильный путь двигаться к платным медицинским услугам? Нам говорят, что так вот якобы Великобритания, в связи с темой страхования, и так якобы Германия, и чуть ли не Америку, в пример, приводит, что нужно идти именно по пути персональной ответственности гражданина за свое здоровье, чтобы не в наших условиях. Не в наших условиях. До этого говорили, до этого как раз объясняли, что люди пенсионного возраста, дети. У нас большой провал, как вот мое мнение, в среднем населении. За детьми худо-бедно профилактика, кстати, идет еще. Потом человек уходит на работу, в институт, куда ходить, он становится взрослым. Вот я думаю, каждый скажет, что он не берет больничный, чтобы не потерять, чтобы кого-то не уволили, кому-то заплатили 100%. Правильно, выходите больным. И наступает момент, когда все ваши болячки за все эти годы выскакивают. Система здравоохранения в России, которая сегодня построена, она для кого и кем построена? У нас ничего не построено пока. У нас попытка коммерциализировать старую систему, понимаете? Не построить ее заново. Реформа нужна. Она нужна, ее надо делать. Но ее надо делать поэтапно. Уважаемые телезрители, к нам присоединился наш еще один уважаемый гость. Это Останина Нина Александровна, руководитель аппарата фракции КПРФ. Нина Александровна, здравствуйте. Рада вас видеть в нашей сегодняшней студии. Но мы сегодня говорим о системе здравоохранения, о тех проблемах, перекосных и диспалансах, которые там есть. Вот с вашей точки зрения, вот эта система здравоохранения, она построена кем в России, для кого и чьи интересы она все-таки обслуживает? Рядовые граждан, бизнесменов, чиновников, либо вообще ничьи интересы, просто деньги перераспределяют. Ну, во-первых, я как-то воздержалась бы называть это системой, ибо система для меня это нечто цельное. В данном случае, мне кажется, произошло от большого единого целого, что было во времена Советского Союза, если это можно было назвать системой охраны здоровья граждан. Мне кажется, остались некие осколочные явления, но после того, как был принят закон, и он вступил в действие об охране здоровья граждан, осколки этой системы стали, по сути, охранять здоровье чиновников. Вы знаете, душевное здоровье чиновников от того, чтобы граждан на них не нападали. Я вот вчера буквально не стану называть район московский, где я специально побывала, вот прежде чем прийти сюда на эту программу. Я говорила и с главным врачом поликлиники, и с заместителем главного врача по лечебной части. Ну, самое главное, что они сказали, у них такой вал исков от граждан, которые подают в суды на отсутствие лекарств. В клинике, в поликлинике нет денег на то, чтобы закупить лекарства. Их обязали зарабатывать деньги самим и на эти деньги приобретать лекарства. Я спросила, каким способом увеличивать количество платных услуг. Ну, а накануне еще прозвучало интервью замечательного господина Печатникова. А Печатников кто такой, чтобы было понятно? Вообще, это заместитель мэра города Москвы, который занимается как раз вопросами социальными. Удивительная фраза он сказал, будучи сам пульмонологом, он говорит, «Да что это такое у нас, развелись эти узкие специалисты? Ну, зачем нужны? И кардиолог нужен, и офтальмолог нужен. Вот пришел к одному врачу, как одно окно, и пусть диагноз определяет. И клизму, и сердечко, и мозги». А хорошие, хорошие врачи, они к хорошему врачу всегда пациенты пойдут, и денег вы всегда наберете. Поэтому, когда вы спросили, какова цель, получается, цель, со словом господина Печатникова, который самый заглавный человек в Москве, отвечающий за так называемую систему здравоохранения, это собрать больше денег с тех пациентов, которые приходят в поликлиники. А может быть, это правильный путь, как нам говорит господин Печатников, что, мол, мы действительно сократим, закроем 26-28 больниц, поликлиник, родильных домов в Москве, мы уволим 15-20% личного состава этих медицинских учреждений до 50. Но зато останутся самые лучшие профессионалы, самые эффективные, самые трудолюбивые, и пускай у них будет рост заработной платы. Может, это правильно? Может, много дармоедов? А мы вообще о ком думаем? Только о тех, кто обслуживает население, или, собственно, для кого эти профессионалы существуют. Вы знаете, тот же Печатников сказал, ну пусть остальные, кому не нашлось места, работают там с санитарами, санитарками, пусть едут в области, тоже находят себе рабочие места, там действительно востребованы специалисты. Мне трудно назвать в Москве, насколько сократилось количество вообще... Уволят 12 тысяч человек. Нет, я не говорю о количестве поликлиник. Останется здание, которое перейдет к фонду имущества, а потом непонятно, чьим оно будет. Как, например, не называют, вот соседнее где-то там было учреждение отдыха, а теперь это стало почему-то личным заведением господина Печатникова. Смотри, Николаевич, вижу, вы хотели что-то сказать. А вы знаете, вот мы как-то говорим много очень о поликлиниках, о больницах, но давайте честно скажем, что большинство людей лечатся сами. Берут лекарства, порой даже к врачу не обращаются. Даже если обратились к врачу, получили там рецепты, пошли и купили эти лекарства, и сами лечатся. Я сразу хочу оговориться для наших телезрителей, чтобы они не подумали, что мы нагнетаем здесь что-то, нагнетаем, как нагнетаем. К сожалению, мы даем честный диагноз. Без честного диагноза дальнейшее лечение невозможно. По крайней мере, и законодатели, мы при этом понимаем, закон должен знать четко, что и как будут какие последствия. Так вот, про лекарства. Заметьте, за последние месяцы происходит обвал рубля. Рубль стоит все дешевле, евро дорожает, доллар дорожает. И вот тут возникает очень одна большая опасность. У нас 80% лекарств, это западные лекарства, за границей покупаем. Ну и еще порядка 12% это суспензии специально покупаем, но тоже под 90%. Покупают их посредники, специалисты, за доролы и за евро. Но поскольку доллар дорожает, евро дорожает, значит купить чтобы один доллар или один евро, надо больше отдать рублей. И поэтому тот же самый аспирин, тетрациклин, что угодно, пенталгин, он будет стоить в рублях намного дороже, чтобы купить его привезти. Соответственно, он в аптеке будет намного дороже. То есть, не только недоступно будет попасть в больницу, да там получить укол. Недоступно будет вообще купить лекарства. Ни больницы, ни какому там детскому саду, там, скажем, если там медпункт есть. Ни самому населению, то, чем правительство пишет в записке, непрерывный рост благосостояния людей позволяет им больше обращаться за платной медициной. Я думаю, где это благосостояние-то, ребята? ЖКХ возрастает огромное количество, а уж продукты питания я вообще не говорю, они просто недоступны. Получается, он сидит и думает, таблетку купить, за ЖКХ заплатить, ребенка в школу одеть или купить таблетку, остальное все, пусть как катится. К сожалению, ни на что ему не хватает. Поэтому наша позиция, позиция это не только фракции КПРФ, я вот ссылался как-то на Московский экономический форум, я ссылался на форум правильной торговой промышленной палаты. Здравоохранение это особая отрасль. И сейчас там должно быть стопроцентное влияние государства. Потом, может быть, там, через 5-10 лет, когда окрепнет государство, окрепнет бизнес, честность будет, честность будет. Может, что-то надо отпускать. Потому что, если вовремя не сделал укол человеку, ему уже ничего не нужно. Ни Мерседесы, ни икра черная. Ну, я думаю, у кого Мерседесы, черная икра, как-то они укол-то получат. Извините, извините, у нас сегодня проверка была в том году качество лекарств. 72% проверенных партий лекарств не соответствуют требованиям. 72. Ты купил, еще не уверен, что тебе поможет. Мало того, что дорого и импорт, так еще не качество. Да, да. Время бежит, таблетки пьешь, а больница развивается. Спасибо. Андрей Павлович, давайте поговорим, может быть, про медикаменты, про их стоимость, про их цены розничные. Вот, скажем, авторитетный доктор Рошали утверждает, что лекарства в России могли бы и вообще должны были бы стоить, ну, раза в два, а то и в три дешевле. Вот вы, с твоей точки зрения, согласны. И где-то самая накрутка идет, кто здесь завышает цены. Кому это выгодно? Ну, это, возможно, при развитии какого-то бизнеса, действительно, при том, чтобы была какая-то конкуренция в этой сфере, туда пришли бы деньги, игроки новые, то, возможно, действительно, если была такая программа, то можно было бы снизить цены в связи с тем, что пошли бы инвестиции и так далее. Ну, поскольку там царит полный монополизм, там есть, так сказать, специально обученные люди, которые этим занимаются устойчиво. И там, поэтому будут все долго, или до тех пор, пока они там есть, будут высокие цены. Ну, я, кстати, еще хотел бы прокомментировать по поводу того, что вот Печатников предложил врачам с санитарами работать, да, то есть, если они... Это, честно говоря, я бы ему предложил самому поработать с санитаром в ответ. Может быть, он бы поработал с санитарами для начала и потом, прежде чем делать предложения такие. И вот в части коммерциализации, вот вообще в целом, я бездумный этой коммерциализации, ведь тут есть два аспекта. Она дважды бьет по людям, и, как ни странно, бьет и по бедным, бедным она не дает помощи, то есть, они лишаются помощи, они вообще ничего не могут, то есть, таким образом, они обречены на вымирание, да. Но она и богатым немного чего дает, эта коммерциализация, потому что, на самом деле, коммерциализация в Украине таит в себе опасность, так называют, ятрогении, да, от слова ятроз, лекарь, да, опасность вмешательства. Когда врачи коммерциализированы, они начинают тебе выдумывать болезни, раз они должны кормиться за счет денег, то тогда они должны тебе выдумать болезни, навязать какие-то лекарства, да, и они могут погубить. Поэтому богатым людям это тоже, на самом деле, опасно. Задают спрос на свои услуги. Конечно, им же надо жить. Алла Игоревна, хочу все-таки вас спросить, насколько мне известно, вы очень активно занимаетесь как раз-таки общественными вот этими всеми процессами движения в Москве за доступную и качественную медицину. Вот как вы можете прокомментировать сокращение практически там 28-30 поликлиник, больниц, родильных домов? Вот вы не допускаете такую мысль, что, может быть, это правильный вектор, правильный путь решения вот этих вопросов, которые есть и эффективности, и производительности труда, и ответственности медицинского персонала? Ну что ж, тогда можно я сошлись на господин Печатник? Давайте. И вашу точку зрения. Да, ну мою точку зрения будет понятна. Господин Печатников реформу поликлинического звена провел еще в мае 2012 года начал, как только пришел замом мэра по социальной политике. Первый приказ, например, по детям о слиянии реорганизации был 29 мая. И сейчас, по истечению двух лет, он сам громогласно заявляет, что у нас не хватает на данную минуту 7 тысяч педиатров и 5300 терапевтов. Это последствия реформы, начатые в 2012 году. Тогда из 150 московских поликлиник он сделал 45 амбулаторных центров. Это когда... Вы понимаете, в чем дело? В каждой поликлинике были терапевты и узкие специалисты. Когда он это объединил, узких специалистов убрали туда. Но раньше поликлиника маленькая обслуживала 10 тысяч детей, предположим. И там было свои два врача. Пусть там, кого хотите назвать, кардиолога, окулиста, это не важно. Когда их объединили, этих специалистов уволили. Остались только там, в головном. Ну, поток-то 50 тысяч стал. Поток-то не иссяк? Не иссяк, он увеличился. То есть это абсолютно официальные цифры. И тогда, так как в маленьких поликлиниках столько терапевтов было не нужно, он их уволил. И сейчас мы имеем, что имеем. То же самое мы будем иметь по больницам. Это глупость, вы считаете? Я считаю, это катастрофа. Это преступление. Катастрофа. Это геноцид собственного народа. В данной ситуации по Москве москвичей. Как можно уволить от 10 до 12 тысяч людей? Куда они пойдут? Это коммерческие интересы чьи-то лоббируются. Это иология такая. Так, значит, смотрите, вот по мне реформа данная в том виде, в котором она есть, преследует вот то, что на виду. Коммерциализация. За счет этого, естественно, экономия бюджета. Бюджет надо экономить, я согласен. Только я-то считаю, что сначала надо на чиновнике немножко сэкономить, а потом на врачах и пенсионерах. И третье, это коррупционное и лоббирование чьих-то интересов. Нина Александровна, это как-то может преступную политику, разрушительную реформу здравоохранения как-то остановить? Есть ли какой-то положительный опыт у думской оппозиции? Может быть, власть слышит какие-то выступления депутатов, запросы официальные, которые делаются? Или, в принципе, все это как... Вы говорите, присутствует и первое, и второе, и третье. Во-первых, вот вариант бюджета, который прошел в первом чтении, и оппозиция фракции КПРФ не голосовала за него. Ведь комитет по бюджету, куда входят депутаты от разных фракций, не только от оппозиции, весь комитет выступил против этого бюджета, он, комитет проголосовал против бюджета в той части, которая касается охраны здоровья граждан, это первое. Значит, когда вы сказали, можно ли остановить, ну как тогда уйти от основного принципа, который сейчас у нас не только касается здравоохранения, касается образования, подушевое финансирование. Вот мне опять-таки говорят специалисты, которые работают в лекарстве, что такое подушевое финансирование? 200 рублей на одного человека, 200 рублей на одного больного. Вот и получается за 40 рублей анапрелин, а более дорогие лекарства купить не могу, хотя они явно прописаны больным. Это первое. Второе. Подушевое финансирование, ну на то количество пациентов, которое примерно обозначает поликлиника, понимая, кто же проживает на данной территории. И мне говорят врач, я никогда не отпущу своего пациента в другую поликлинику лечиться. Хоть у меня таких специалистов нет. Да я залечу его, как вы сказали. Но деньги я не отпущу из своей поликлиники, потому что вместе с этой душой уйдут и денежки. Ну скажите, друзья мои, разве можно исходить вот из того, что подушевое финансирование вообще внедряет в системе здравоохранения? Ну что ж такое? Тут и души-то не останется, простите. Поэтому, конечно, самое главное, это вернуть вообще систему здравоохранения под контроль государства. Не справиться, уверяя там фонд обязательного медстрахования, с первого числа у нас получается финансировать будет охрану здоровья граждан, только за счет тех средств, которые собирают сами граждане. При этом, Владимир Николаевич, наверное, согласится со мной, что доходы фонда ОМС, они искусственно преувеличены. В бюджете, да, уже говорили об этом, да, без того, чтобы выделять средства из бюджета, основного бюджета, не обойтись абсолютно. И регионы не помогут, я так понимаю. И регионы не помогут, и консолидированный бюджет тоже уменьшается. Что печалит еще? Высококвалифицированная медицинская помощь. В бюджете заложено уже сокращение вот этих вот высококвалифицированной помощи медицинской, ну, примерно где-то на 18%, если я не ошибаюсь. Уважаемые телезрители, к сожалению, один из наших гостей был внужен нас покинуть, это Фролова Алла Игоревна. Так что продолжаем наш разговор в более узком составе. Владимир Николаевич, вы хотите что-то дополнить? Вы знаете, вот спросили, что конкретно предлагаем, и, конечно, лучший вариант, когда государство берет в свои руки, нельзя зарабатывать на жизнь и здоровье людей. Но, как вариант, как-то я докладывал в одной из этих передач, рассказывал, наша фракция предложила недавно закон, по которому все чиновники исполнительной власти, депутаты, им, женам, детям запрещается лечиться за границей. Вы руководитель здравоохранения, все чиновники, вы и мы пользуетесь, поликлиникой, аптеками, больницами и так далее. Но вот что интересно было, когда мы стали голосовать, а я автор этого законопроекта, запроголосовали только депутаты-коммунисты. Ни один другой депутат, ни Единая Россия, ни ЛДПР, ни Справедливая Россия не проголосовали против, понимаете? Потому что они знают, что это правильный шаг против проголосовать, значит, вызвать гнев на себя избирателей. Ни один из них не проголосовал и за, потому что гнев своих хозяев вызовешь. И ни один из них не воздержался. Они сидели в зале, и в то же время будто их там нет. И еще одна деталь, можно принципиальная, которую мы забыли, но она, может быть, даже выходит на первое место. Очень много жалоб и оценки экспертов падает качество подготовки врачей и медсестер. И часто даже оборудование, которое мы приобретаем, оно не может быть эффективно использовано из-за низкой подготовки кадров. И вот одно из предложений было в нашей Думе, не прошел законопроект, за который мэрия и других фракций голосовали. Запретить коммерческую подготовку врачей и медсестер в медицинских вузах. Когда не выгонишь студента, потому что он деньги платит в казну института, он двоечник, но ему ставят тройку, он выходит с диплома. Вот падение качества врачей и медсестер, это проблема очень сильная. Я хочу, чтобы вы все-таки прокомментировали эти цифры официальные. Значит, по итогам 2013 года в России было сокращено только официально порядка 76 поликлинических учреждений и 302 больницы. В государственных больницах было сокращено 35 тысяч коек. В селах сократили 14 тысяч коек. При этом объем платной медицины, как приводят некоторые оценки, увеличился практически на 15 миллиардов рублей. То есть итог реформы-то какой получается? Медицина все более дорогая и менее доступная, и само качество, говорит, оно снижается. Нет, власть все более плохая. Медицина-то производная от власти самой. Вот если бы чиновник пошел в эту больницу, где 8 коек со своей подушкой, со своими навыками, со своими лекарствами, или жена его посидела полдня в поликлинике, чтобы попасть в врачу, она бы промыла мозги своему чиновнику, мужу вечером, и он бы занялся травоохранением. Дравоохранение это жертва нынешней власти. И, к сожалению, уничтожение только будет продолжаться. Я понимаю, что раз проголосовали чиновник, едет куда-нибудь в Англию, во Францию, там вылечится, а остальным что помирать? Часть какого-то вот этого лечебного процесса может быть коммерциализирована, в принципе, часть? Нет, еще раз подчеркиваю, нельзя зарабатывать прибыль на жизни людей. Ради бога, на других сферах легкая, там промышленность, сфера услуг, там что-то еще машины делают. Но на здоровье, потому что нет здоровья, все, нет человека. Понимаете, вот как альтернативная медицина, она быть должна, наверное, должна. Но в каком случае? В случае, если действительно доступная помощь гарантирована всем нуждающимся в этой помощи. Тогда, ради бога, если у тебя лишние деньги, не нравится тебе нужная вот эта вот система сложившаяся, ради бога, получай тогда эту заплату. Но что получается сейчас? В этом же лечебном учреждении с законом об охране здоровья заложены следующие позиции основные. В одном и том же заведении один и тот же специалист оказывают услуги и бесплатные, и платные. И при этом перечень услуг, которые гарантированы бесплатно, вот зайдите в поликлинику, вы их увидите, вы их не увидите. Ведь у нас сегодня, если мы вообще единое государство, то у нас и на всей территории Российской Федерации, и перечень этих услуг должен быть одинаков. А у нас сегодня мы разорвали единое пространство, вообще российское, с точки зрения возможности охраны здоровья наших граждан. В Москве этот перечень услуг один, там в Владивостоке он другой, это неправильно. Знаете, более всего беспокоят в этой связи, конечно, самые незащищенные граждане, это дети и старики. И вот дети, еще не успев появиться на свет, они уже испытывают ущемление со стороны государства. Ведь пошли по пути сокращения родильных домов. Слушайте, ну вот можно сокращать, я не знаю, что можно сократить. Количество вот этих центров эстет-медицины, но не количество родильных домов. Дошло до того, что в Сибири роженица на лыжах идет в родильный дом, там вот вместе с мужем в Томской области. Вот говоря о самой мурашке по коже, ну слушайте, ну это же ненормально. Андрей Павлович, смотрите, в последнее время очень много внимания уделяется конфликту между счетной палатой и Минздравом. Ну вот, в частности, счетная палата беспокоена провалом выполнения так называемых майских указов президента Путина, про которые мы много раз говорили, что они не будут выполнены. Но вот, в частности, в счетной палате испугались, что не будет двукратного повышения зарплат медработникам. Начинают давить на Минздрав. То есть, дай бог, говорят, выйти теперь уже на 35-процентное, 50-процентное повышение уровня оплаты труда. Но ведь, видимо, у Минздрава есть какое-то очень хитрое решение. Это начать массовые увольнения, выбрасывать людей на улицу, а зарплату, оставшуюся делить между оставшимися работниками. Это элементарное следствие из этих указов. То есть, это было понятно при их подписании. Изначально, что это были указы? Указы о даровании счастливой жизни какой-то. Что экономический рост будет замечательный. Все деньги будут получать, сколько им захочется. Я с самого начала говорил, что как можно вообще такие указы подписывать. Потому что неизвестно, что будет. То есть, мы можем отталкиваться только от реальной экономики. От того, как она развивается. Теперь, естественно, пойдут по простому элементарному пути. Сократят людей, оставшимся сделают сколько положено и отчитаются. Поэтому здесь у меня нет сомнений, как это будет. То есть, майские указы будут выполняться? Выполнят. Вот именно таким образом. И навредят еще больше. И как раз спровоцируют развал здравоохранения. Сказано было, что власть, действительно, это производная от действий власти. А я хочу сказать, от экономической системы, которую эта власть создала. Вот этой вот экономики трубы, в которой никто не нужен. Чем меньше народу, тем лучше. Поэтому она требует. Не Маргарет Тэтчер мифическая, которая сказала, что там 15 миллионов достаточно. А вот именно наша власть воплощает вот эту вот систему, где действительно 15 миллионов достаточно. А все остальные какие-то ненужные элементы. Ну вот, но в целом, посмотрите, и кроме того, какое имеет право вообще власть это делать, когда она за нулевые годы получила принесенных ветром, то есть только сверх планируемой конъюнктуры, 2 триллиона долларов этих доходов дополнительных получила. И при этом ей не хватило в итоге на то, чтобы сделать нормальную медицину. Я слышу бравурные какие-то вот такие вот отчеты о том, что у нас снизилась смертность населения. Оказывается, у нас она не просто не снизилась, что теперь было 13,3 на тысячу населения. 13,1 сейчас, 13,3 на тысячу населения. И при вот дальнейшей недоступности здравоохранения для наших граждан, вообще эксперты рисуют такую цифру ежегодно, убыль населения будет составлять примерно полмиллиона человек. То есть мы ничем не отличаемся сейчас своей политике от того, что было в Ельцинских годах, что набывали геноцида. Раз мы начали говорить, вопрос к вам сразу. Учетная палата критикует Минздрав в том, что в России сейчас стандартизировано всего лишь 17% всех случаев заболеваний. Не стандартов медпомощи при инфаркте миокарда, при аппендиците, при перитоните, при ортопедических заболеваниях. Вот это стандартизирование почему в России до сих пор не введено спустя 25 лет так называемых рыночных реформ? Вроде бы это должно быть базой современной системы здравоохранения. А лечат то, как хочет. Мне сложно ответить на этот вопрос, но если уж и речь идет о критике счетной палаты работы Минздрава, то резонно задать вопрос председателю счетной палаты, которая возглавляла Минздрав, не будучи специалистом, и которая, собственно, инициировала. Тогда от нее пошел вот этот закон об охране здоровья граждан, а потом уже Скворцова, не соглашаясь с этим законом, пыталась как-то там, ну, приукрасить, припудрить и прочее, прочее. Поэтому, ну, отвечать должна как председатель счетной палаты за то, что за отсутствие этих стандартов, так и, естественно, все, кто сейчас работает в Министерстве здравоохранения. Вы знаете, есть здравоохранение, а есть политика здравоохранения. Вот когда мы на комитете по бюджету рассматривали программы, мы все комитеты рассматриваем, здравоохранение всегда после Министерства отчитывается, вернее, информирует нас представитель счетной палаты аудитор по направлению. И вот аудитор, который был, с чего он начал? У меня это прям запись магнитофонная. Министерство здравоохранения, внеся эту программу в Госдуму, не учло ни одно наше замечание. Не одно. То есть на этапе разработки бюджета и программ, они же прорабатывались, Министерство, значит, счетная палата внесла замечание, ноль на них, плевать на них, и внесли нам. То есть, а после этого, я вижу, представители счетной палаты на заседании думают, говорят, что да, этот бюджет можно принять. Тебе плюнули, не учли ни одно твое замечание, а ты рекомендуешь, надо принять. Тогда ты прости, определись. Может, ты безграмотное замечание сделал с вами командой? Тогда уж молчи об этом, скажи, мы виноваты. А если правильно, тогда, говорят, ребята, пока не учтешь наше представительное замечание, принимать нельзя. Прежде чем продолжим разговор о системе здравоохранения, предлагаю ознакомиться с результатами голосования, которые проходили на сайте канала «Красная линия». Вопрос был следующий, что в первую очередь требуется для повышения эффективности российского здравоохранения. Ну вот 1% считает, что расширить число платных медицинских услуг, 1% оптимизировать сеть медучреждений, ну, видимо, по системе Минздрав оптимизировать, 1% закупить больше оборудования и медикаментов за рубежом, ну и 97% отказаться от принципа коммерческой рентабельности, поставить во главу угла интересы здоровья рядового гражданина. Андрей Павлович, как можете прокомментировать, и в принципе, что надо было бы реально нам делать сегодня? Ну, ведь люди понимают, что надо делать, всем все ясно, на самом деле. Это не ясно только тем, кто принимает решения. Должна быть проработанная стратегия экономическая, которая предусматривает, что страна будет развиваться какими-то темпами, да, и тогда производные от этого, соответственно, бюджетные какие-то ориентиры делаются. И тогда оставив содержание этих вещей... Да, да, да. А мы имеем ситуацию, когда просто как-то вдруг ни с того ни с сего даются обещания, которые ничем не подкреплены. А в то же время исчезают гигантские деньги, которые куда-то тоже непонятно куда пошли, наверное, вот на всякие там пиар-мероприятия тоже. И может, вот теперь в виде долгов набранных, которые мы будем отдавать за различные корпорации и так далее. А Нина Александровна, да. Как прокомментируете, и в принципе, чем нужно было заниматься российским чиновникам, чтобы навести порядок в системе здравоохранения? Ну, я, наверное, соглашусь тоже с моим коллегой о том, что скомментировать особенно нечего, и люди, по сути дела, подтвердили те мысли, которые мы высказывали. Мне представляется, что вот один процент в первых трех позициях, это как раз и есть, и чиновники, которые сегодня работают в Минздраве, да, может, там в регионах тоже занимаются проблемами здравоохранения, ну, еще и посредники от медицины. Когда мы говорили о том, что нужно сделать сегодня, вот самое главное, о чем просят тоже вообще врачи практикующие, уберите от нас посредников, людей, которые вообще наживаются на продаже этих лекарств, дайте возможность нам самим закупить вот то, что требуется. Мы знаем, сколько у нас больных... Слушай, ну, эти посредники кормят врачей, зачастую сами производители медикаментов. Ну, я не знаю, что касается врачей, я все-таки... Возят врачей в пансионаты, хоть в Турцию возят за хорошие продажи, они же их кормят, вместо государства, да. Все все знаем, мы даже знаем имена этих людей, вот не случайно одну госпожу назвали, госпожа Армидол. Я вот сегодня, мне просто хочется говорить, что начинать вообще реформу здравоохранения надо с того, чтобы убрать вот это вот коммерческое начало вообще из этой системы. Тогда зарплата должна быть другая врача, чтобы он не ждал, пока ему подачу дадут аптекари и производители фармацевтов. Вы знаете, ну, вообще на Руси всегда почтительно относились к врачу. И согласитесь, что это был сам почитаемый человек на деревне. Если это была деревня в городе, мы помним, наверное, все рассказы чеховские замечательные, когда граждане сами заботились о том, чтобы их врач, человек, их врачующий, целитель, он жил хорошо. И в этой части, я думаю, что вообще рядовые граждане не будут против того, чтобы заработная плата вообще врачей была достойной. Не ниже ни в тениках. Чтобы это не было, как вот сейчас. Там руководитель получает полмиллиона, а рядовой врач получает 20-30 тысяч. Спасибо, Александр. Это тоже ненормально. Спасибо. Владимир Николаевич, вот хочу вас попросить, как экономиста-финансиста, поставьте свой диагноз в системе здравоохранения, и что нужно было делать. Ну, по росту зарплаты, я вам скажу, как специалист, я вообще против роста зарплаты всем. Это неправильный путь, это ошибочный путь. Обязательно будет у кого-то много, у кого-то мало. Явно и неявно. Единственный правильный путь – это идти по линии снижения цен. Вот как только снизили цены, это всем будет хорошо. Повысили зарплату одним, скажут, а почему мы хуже? И это будет бесконечный процесс этой гонки, пока инфляция не съест все полностью. Главный путь – это снижение цен. Во-вторых, вот то, что вы показали, вот этот закон, который говорил о запрещении лечиться чиновникам исполнительной власти и законодательной власти за рубежом, которую кроме коммунистов не поддержали, спросили бы народ, я думаю, 100% проголосовали бы за. Как первый шаг, как первых, может быть, даже два шага, это первых запретить, пусть лечатся вместе со всеми. Конечно, будут ухищрения, конечно, лазейки найдут, у нас они ушлые там где-то, но в основном придется заниматься, придется заниматься. Но я подчеркиваю, не только тем, кто занимается здравоохранением, всем чиновникам, всем. И второй момент, надо полностью сейчас, сразу, давайте сказать, взять полностью продажу, контроль за ценами и за качеством лекарств в руки государства. Это несложно сделать немедленно. Спасибо, мужам и гости, за наш сегодняшний очень откровенный разговор. Но будем надеяться, что вопреки последней практике 25 лет, все-таки мы увидим не только экспоненциальный рост цен на услуги здравоохранения, но и хотя бы хоть какое-то повышение качества и доступности этих самых медицинских услуг. Не для всех. Ну, хотя бы не то, что не для всех, а наоборот для всех, для максимального количества россиян, для которых сегодня эти услуги все стали запретительной роскошью. Так что большое вам спасибо за то, что приняли участие в нашем сегодняшнем разговоре. В эфире была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»